Узнать об истории кино в нашем крае все и немного больше. В Иванове открылась уникальная выставка. Пожалуй, еще ни одна экспозиция настолько подробно не рассказывала о людях, чья судьба напрямую связана с кинематографом. Фотографии, документы, афиши и реквизит из фильмов можно увидеть в областном центре культуры и творчества. Выставка носит символичное название – 24 кадра Ивановский киноэкран. 24 кадра – это не что иное, как одна секунда экранного времени. То есть 24 кадра – это кусок пленки всего лишь. И мы бы хотели, чтобы жители города могли прикоснуться к этой ускользающей натуре, потому что, к сожалению, пленка уже вышла из обращения. А ведь пленка – это особая история, это перфорации, это кадры, это целая работа огромного количества людей, которые должны ее проверять, склеивать, монтировать. С кинопленкой связана целая индустрия и ряд специальностей, которые теперь уходят в прошлое. Евдокия Андронова до сих пор работает фильмопроверщицей. Она единственный представитель данной профессии в нашей области. На этой должности уже 38 лет. В ее обязанности входит ремонт фильмокопий. Подклейку собрали, смехораживаю, технической санкции, макшины предъявляю, подклейки, подклейки, склейку фиолетовую. Посетители смогут увидеть на выставке старые кинопроекционные аппараты и камеры. Рассказывают экспозиции и о тех, кто находился под ту сторону экрана. Например, о кинооператоре Ленинградской студии документальных фильмов Александре Третьякове, который много лет подряд делал киножурнал об Иванове. Снимал, как открывался комбольный меланжевый комбинат. Снимал, как пустили очередной троллейбус, новые корпуса жилых домов. Ну, в общем, всю историю кинохронику, всю историю нашего края. Она была вот запечатлена в кадрах кинохроники. И эти журналы демонстрировались перед сеансами кинофильмов. И люди старшего, среднего поколения наверняка помнят эти киножурналы. Наш край, кинопанорама. Это все создавал мой папа Александр Александрович Третьяков. На Ивановской земле снято около 40 художественных и документальных фильмов. Часто съемочными площадками становились Плес и Кинишма. А еще наши земляки озвучивали мультфильмы. Голосом актрисы Марии Виноградовой из Наволок разговаривал дядя Федор. Герой «Ежика в тумане» – Маугли. И это только небольшая часть всех удивительных кинофактов, связанных с нашей областью. Немногие жители города нашего знают о том, что фильм, который был снят вообще впервые в Советском Союзе, вот афиша этого фильма здесь присутствует, Стенька Разин, этот фильм снимал человек, который проживал на территории Ивановской области. Гости вернисажа смогли встретиться с легендой отечественного кинематографа Ириной Акуловой. Она приехала в Иваново в качестве почетного гостя. Исполнительница главных ролей в фильмах «Если я люблю», «Экипаж» сейчас живет в Кинишме. И очень рада тому, что родилась в таком красивом, тихом городке. Любовь Почерников, Андрей Символков, РТВ Иваново. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!